скажем так это раздел который если мы только что с вами разобрали чем же он собственно будем заниматься давайте мы с вами поговорим о том чем мы заниматься не будем но многие христиане именно такие могут какие подходы к апологетике имеют и вполне успешно в тех областях где эти подходы применим опять же понимаем что у мастера не должен быть только один молоток или одна дрель у него должен быть собой сундучок с инструментами для каждой конкретной ситуации он каждый конкретный инструмент использует итак первый значит традиционная классификация типов апологетики и первый тип это классическая апологетика классическая апологетика сочетает себе аргументы доказывающие существование бога а также исторические свидетельства поддержку христианства мы сейчас может что-то непонятного просто когда перейдем к разделу могу воде заниматься философией историей этикой наукой вот и более подробно эти вопросы будем говорить но существует философские аргументы классические аргументы пользу существования бога и на них строится классическая апологетика плюс они с одной стороны доказывается что бог есть с другой стороны историческими свидетельствами доказывают бог христианство и есть тот самый бог который есть представителями этого направления являются блаженный августин ансель кентамберийский фома аквинский уильям пейли клайв люис уильям крейд норман гейстер другие не нужно вообще эти имена записывать может быть некоторые вы знаете читали книжки этих авторов вот но во всяком случае в учебнике все это есть поэтому имена запоминать не нужно эвиденциальная апологетика слова evidence свидетельство это апологетика полностью строится на свидетельствах в пользу христианства свидетельствах рациональных доказательства исторических исторические факты археологических биографических профитических то есть вот пророчества говорят об этом вот она исполнилось и вплоть до даже экспериментальных то есть вот я это пережил нравится вам от меня нравится вот со мной это произошло и это доказывает что бог есть что христос есть классическая апологетика и юноцами классическая она вот состоит из двух частей доказать что они бога и и далее на исторических фактах показать что бог библия есть тот самый бог который существует и финансальная апологетика она в общем-то выступает наборе самых разных свидетельств тоже сам автор уильям пэйли в одной своей работе он идет путем классической апологетики в другой работе насчет работе свидетельства христианстве он идет по пути эвиденциальной апологетики бернар 3 и наверняка вам знакомый джош макдавелл допустим неоспоримое свидетельство джоша макдавелла это типичный такой инструмент эвиденциальной апологетики где просто свидетельства 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 исторические профитические там из жизни людей и прочее 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 и называется в общем-то в итоге считающий ошеломлен этим количеством свидетельств человек не верующий отрицающий богом где-то на середине уже сломается и дальше не читает вот но если человек сомневается вот где-то на поступек верит как раз такая книга является на весьма убедительной и полезной для него но уже говорили что разница о том что классическая начинается утверждение существования бога то есть сначала утверждается что есть бог потом пытаются выяснить кто же он эвиденциальная ведет к пониманию бога христианство как бога если они идут с разных сторон как к одному и тому же выводу экспериментальная апологетика от слова experience ощущение переживания это апологетика который указывает на личные переживания как христианское свидетельство но всякое личное свидетельство всегда включает всегда ли мы себя элемент экспериментальной апологетики или любые рассказы о том что реально пережили люди точно так же и зачастую это весьма эффективное средство благовестия как мы уже говорили люди могут оспаривать ваши убеждения люди могут отвергать ваши взгляды но против того что вы реально пережили никаких контраргументов быть не может я не знаю что и как я знаю одно я был слеп теперь я вижу это я пережил это факт но есть у этой экспериментальной апологетики две крайности первое это мистицизм то есть некий религиозный опыт который я не могу не описать не передать но вот если ты будешь определенным упражнением и заниматься то значит тоже ощутишь и даю чё тебе расскажут не надо будет второе это экзистенциализм то есть самодостаточный внерациональный опыт общения с богом то есть я я по сути дела своим общением с богом строю отношения бога и человечества ну вот моя вот моё существование самодостаточное внерациональное в боге и является мы свидетельцем того что бог существует но ярким примерами представителями экспериментальной апологетики является мессер эккортер месяцы месяцыст серианг екегорд рудольф бультман и карл бард как экзистенциалисты но тут насчет кармарта его поспорил но так в общем то его относит гейтлевская энциклопедия апологетики вот эти вот эти данные взяты оттуда я бы не сказал что он апологет дело что как понятия эти экзистенциализма как литературного направления и камю и сартер тоже резинциалисты только христианство не пахнет хотя то же самое камю говорит что я больше всего завидую христиан они хоть знают для чего живут вот так же фридрих шлеймахер пол тилех они основываются на экспериментальной апологетики историческая апологетика историческая апологетика указывает на историческое свидетельство как доказательство истинности христианства и представителем являются святой и устин который известен даже и устин философ или он же и устин мученик его собственно по его работам апологии собственно и получила название целый период христианской литературе во первый период был апостольский период потом был период апологетов так называемый до до никейский период потом идет период никейский период отцов церкви вот пишет послание римскому императору как апологию христианства подоказывая что христиане не являются нарушениями нарушителями законов римской империи и в частности очень интересная ссылка который будем говорить когда дойдем до истории у и устина когда он послали к императору выше ты сможешь поднять отчеты пилата и посмотреть что все это было на самом деле то есть отцами отчеты пилата до нас не дошли как исторический документ но вот вторичный документ ссылка на них у нас имеется также климент александрийский тертулиан оригин монтгомери гарри хабермас один из авторов учебника зачем верить бог есть по которой мы будем рассматривать дальнейшие части нашего курса пресс-суппозиционная апологетика или апологетика предпосылок это апологетика основывается на предпосылках утверждает что истинные предпосылки ведут к истинным заключениям и поэтому то есть одна это одна ведь одно и то же событие может быть может истолковаться совершенно по-разному зависимости того какие предпосылки у вас имеются ну вот например недавно было такое сообщение кто подписан на новости нашего сайта и по имейлу получает вот знает об этом сообщении что американские геофизики пришли к выводу что земля наша планета возникла сразу в таком виде в котором она существует сейчас если раньше теории были что она долго остывала там из газопылевого облака и прочее то данные которые пока существуют пока которые не ушли пока что эти теории не верны вот и таким образом земля вот возникла каким образом не всем понятно но она была сразу такая как сейчас и что пишут эти ученые что таким образом мы должны прийти к выводу что четыре с половиной миллиарда лет тому назад земля возникла именно в таком виде как она сейчас стоит вопрос откуда взялась эта цифра четыре с половиной миллиарда кто паспорт до рождения там как определено а определено то это было то что раньше когда люди верили что земля долг ученые веришь земля долго остывала из газопылевого облака они посчитали как долго это может занять и получили вот эти идеи геологической эволюции на которой основана идея биологической эволюции ну вот она предполагала долгий период который вот должен быть не значит не меньше вот этот срок больше нельзя растягивать тоже явно не вписываться в реально наблюдая факты из предположения что земля с изначально была не такой как она сейчас взяты это четыре с половиной миллиарда лет и все долгие на протяжении многих лет ученые верили что-то на четыре с половиной миллиарда лет дошла даны не в состоянии теперь оказалось что земля всегда была в нынешнем состоянии но цифра четыре с половиной миллиарда лет осталось то есть этот замкнутый замкнутый круг с логики вот круговая аргументация и вот как раз говорится то по эти факт есть факт то есть научные факты говорят о том что земля возникла такой как она сейчас все зависит от того каковы наши предпосылки если наша предпосылка что это было очень давно то мы даже не будем думать задумываться откуда эта цифра взялась настолько не привыкли то есть таким образом из неправильных предпосылок мы делаем неправильный выбор но этот метод не позволяет определить возраст земли этот метод пытались использовать для определения возраста пород но дело в том что мы когда дойдем до раздела наук а вы поговорим немножко об этом методе и в чем его проблемы вот в этом методе у самого есть большое количество проблем большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv seminary.com итак присуппозиционная апологетика говорит о необходимости оставить истинность предпосылок и есть разные значит направления в этой присуппозиционной апологетики первое это присуппозиционизм откровение только если вы предположите изначально что триединый бог явил себя через писание тогда вы сможете постигнуть смысл вселенной жизни языка истории если у вас этого предположения нет изначально то все остальное смысла не имеет и таким образом доказывается существование это триединого бога через писание себя открывающих второе направление это рациональный присуппозиционизм которая утверждает что значит главное это доказать что вот эта вот идея что триединый бог явился через писание не содержит в себе внутренних психологических противоречий но когда мы будем говорить о философии когда мы будем говорить о критериях истинности мы немножко на этом подробнее остановимся вот но также есть присуппозиционизм систематического соответствия который объединяет как бы вот эти две обе стороны что с одной стороны учения триединым боги окружен себя через писание должно быть не должно иметь внутренних противоречий с другой стороны оно должно соответствовать тому что мы наблюдаем в мире внутренняя состоятельность и наблюдать соответствие наблюдаемым факты должны быть в систематическом единстве вот и последнее это прагматический пресуппозиционизм прагматический метод это метод который определяет истинность того или иного утверждения по результатам ну как когда нафанаилу сказали что мы нашли того кому говорили пророки он сказал может ли за заветом быть что хорошим все равно пойди посмотри вот самый простой способ пойди посмотри пойди убедись и наиболее ярким представителем этого направления апологетики является фрэнсис шефер если вам удастся я не знаю есть у вас библейки лет его книга называется как же нам теперь жить но знаешь геннадий алексеевич лихий сейчас получил права на ее переиздание в ближайшее время будет переиздана фрэнсис шефер анализирует развитие европейской культуры политики науки живописи и прочее и он показывает что в свое время на перепутье казалось европа между на путями и хотя очень часто сегодня смешивают их нужно понимать что они совершенно разные были по идеологии когда допустим в этом великий музыкант эпохи возрождения бах это ложь с одной стороны если мы говорим про эпоху возрождения как историческое явление то есть да это музыка именно той самой эпохи того самого периода но просто он что параллельно существовали два идеологических течения одно это возрождение ренессанс а другое то реформация то есть европа европейская культура зашла в тупик и то что очень лукаво называют темными веками на самом деле это были как раз века распространения грамотности вот создание монастырей которые были исследовательскими институтами того времени школ и подошли к моменту когда уже в европе больше очень большое количество людей было достаточно грамотно и смогло читать писание в непосредственно самостоятельно но практика церкви этого писанию не соответствует и вот тут то из этого два выхода нашлось первый выход который мы называем ренессансом или возрождением лиска значит раз учение церкви ложное не соответствует библии все эти проблемы возникают из-за этого нам нужно отказаться от этого учения и оба этих направления его полном было это фонтес к истокам но ренессанс искал истоки в дохристианской языческой философии культуре музыки вот другое направление получившее название реформация она стала искать истоки в изначальном христианстве все это происходило одновременно лозунг был один и тот же и и там и там тут же огромнейшее возрождение пошло музыки литературы архитектуры то есть вроде бы и внешние проявления такие же но изначальный заложенный идеологический принцип был другой если возрождение строилась на идеологии гуманизма человек является высшей ценностью реформация строилась на идеологии тоизма бог является высшей ценностью и вот эти вот две главные и если вы смотрите допустим искусство гуманизма то значит в москве курсико музей наверно видели копию микро это самое давида микеланджело стоит здоровенный этот колосс мраморный атлетический волы и думаешь кто же из нас тут маленький пастушок а кто галиад то есть это проявление гуманизма человек который звучит гордо если выполнил бы в большом размере и в мраморе то и выглядит не так жалко как обычно вот с другой стороны если мы слушаем произведение баха то бах подписывал каждую свою рукопись одному господу одному богу да будет слава совершенно другая идеология в его музыке и дальше шефер показывает в этой книге то есть как мы можем определить какой из этих направлений было правильно вроде они внешне одинаково но дело то что там где человек право был разрос он высшей ценностью в итоге все это заканчивается террором войной революциями кровавыми террор французской революции коммунизм там же где бог провозглашен высшей ценности получается что там не человек не высшая ценность человеку жить гораздо уютнее и те страны которые пошли по пути реформации там они избежали всех этих проблем и допустим взять сравнить ту же сам буржуазную революцию во франции в англии без жертвам не обошлось ни там ни там но вы знаете что самая мрачная там фигура в истории английской это значит мария кровавая кровавая мэри по которой напиток значит популярный вот она получила это звание потому что в ее правление было как казнено около 300 человек этого было достаточно для того чтобы на всю жизнь на всю историю за ней закрепилась вот это звание сравнить это с тысячами которые были отправлены гильотином время французской революции понятно что реформация это имела свои скелеты в шкафу и свои проблемы были и и политические исторические но самые принципы заложенные в основании в одном случае явились все-таки оградительными и не позволили довести до самоуничтожения в другом случае наоборот развязывали руки то есть человек высшая ценность остается узнать только какой человек какой именно в свое время в коммунистические времена был анекдот когда насчет чукотки приехал на съезд коммунистической партии и сказал вернулся здесь признаю как у нас хорошая жизнь все человеку все ради человека и я видел этого человека в свое время очень хорошо орвелл своем произведении ферма животных показал показал эту сущность гуманизма когда мы ее читали там подполь на пишущей машинке распечатанные копии на папиросной бумаге откуда он знает как мы здесь живем в нашей стране вот оказывается он не знает он просто логически подумал до чего гуманизм может довести и произведение у него что значит на звероферме животные поднимают революцию сбрасывают гнет человека и начинают правиться и к чему в конечном итоге это приводит и у них там движение скотизма за 10 заповедей скотизма там написали на скрижале первая заповедь была что все 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 животные равны потом к этим заповедям стали добавлять поскольку ну сами же придумаем запись одно дело если заповеди были абсолютно свыше дамы доводил к записями придумаем сайт западе крыша и мы сможем шмозом их менять этот заповедь все животные равны потом было добавлено некоторые ровнее чем другие вот я в общем всякому кто занимается палоке хочет заниматься апологетикой я весьма рекомендую вот эту книгу шефера также нам теперь жить и 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